Еще утром, чтобы спуститься с этой горки, нужно было обладать отличной координацией, поскольку в 9 утра здесь был сплошной лед, сейчас на часах 12, и мы видим, что все посыпано песком. А эта территория чуть выше, всего в нескольких метрах от дороги. Если часть дороги внизу уже обильно посыпана песком, то здесь, вот на этом тротуаре, который ведет к улице Калины, никто о песке и не слышал. Где-то посыпано и обильно, а где-то нет. Это соликамцы ощущают на себе. Скользко, очень скользко, не посыпают тут. Как спасаетесь? Да как-никак не спасаюсь, вот иду еле-еле. Подсыпают, в этот раз хорошо. Прошлый год было хуже. Прошлый год я, прежде чем идти, я вот у меня такая железка была, я себе дорогу проделывала, а сейчас вот шарашусь. Ай, слов нету. Слов нету, бабушки. Палки даже не держат. То есть такой сильный гололед. Да. Скользко, очень даже скользко. Я вот и хожу, держу все. Ну, может, у меня оба скользко, не знаю. Вот, скользковато везде. Повлиял гололед или нет, но только за выходные в наш штрафпункт обратилось больше ста человек. Из них 35 с переломами, 40 с ушибами, 28 человек получили растяжение. В правилах благоустройства нашего города прописано, что собственники, физические и юридические лица обязаны содержать и осуществлять уборку своих земельных участков, в том числе посыпать противогололедными материалами. Если это муниципальный земельный участок, либо территория общего пользования, как в данном случае вот эта межквартальная дорога, то это обязанность органа местного самоуправления в лице управления благоустройства. Если тротуар или лестница входит в границы частного земельного участка, обязанность лежит на собственнике этого участка. По жилищному кодексу за содержание дворов многоквартирных домов отвечает управляющая компания или ТСЖ. За скользкие пороги поликлиник или обледеневшие дорожки у школ и прочих бюджетных организаций несут ответственность руководителя этих учреждений. Аналогичный порядок и для тротуаров, на которые выходят кафе, магазины и прочие заведения. Но есть нюансы. Территория, которая прилегает к магазинам, это обязанность либо собственника магазина, либо собственника земельного участка. То есть мы понимаем, что арендуют торговые площади одни юридические лица, но если в том числе с помещением в аренду сдается участок прилегающий, тогда это обязанность арендатора. Если вы хотите обратить внимание на скользкие пороги или тротуары, пишите или звоните в любой орган власти или воспользуйтесь сайтом «Управляем вместе». Берегите себя!